Господи, Истинный Бог наш, молитвами причистое Своей Матери всех святых, помилуй и спаси от нас всяко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Немного из беседы святителя Иоанна Затаустова. Верующий должен быть светильником для мира и солью. Я вижу, что многие после крещения живут небрежно, небрежно не крестившихся, и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Потому-то ни на торжеще, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий. Разве только при совершении таинств можешь увидеть, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Это тогда кто был. А сейчас никто не высылается, все стоят. Между тем следовало бы отличаться не по месту, а по нраву. Достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам. А наши достоинства надо распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А если ты самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды? Но это может довести тебя до наказания. Великое величие почести для желающих жить сообразно этой почести увеличивает казнь. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что ему собственно принадлежит. «Надобно, чтобы он по всему был виден – и по поступе, и по взору, и по виду, и по голосу. Говорю об этом для того, чтобы нам наблюдать благоприличие не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Вижу тебя на конских христалищах, на зрелищах. Вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, худых сходбищах, на рынке, в сообществе с людьми развратными. Хочу ли заключить о тебе по виду твоего лица? Вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеян, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не хуже комедианта. Стану ли судить о тебе по спутникам твоим? Вижу, что ты водишь за собой тунеядцев и льстецов. Стану ли судить о тебе по словам? Слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного для нашей жизни. Буду ли судить о тебе по твоему столу? Здесь открывается еще более причин к осуждению. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный, когда все, все исчисленное мною, уверяет в противном? И что говорю, верный, даже человек ли ты, и того не могу узнать доподлинно. Когда легаешься, как осел, скачешь, как волк, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, Утучняешь плоть, как лошак, злопамятен, как верблюд, щищен, как волк, сердит, как змея, Язвителен, как скорпион, коварен, как лисица, хранишь в себе яд злобы, Как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как лукавый демон. Как могу счесть тебя человеком, не видя в тебе признаков естества человеческого? Ища различия между оглашенным и верным, подвергаясь опасности, не найти различия даже между человеком и зверем. Как в самом деле назову тебя зверем? Ведь у каждого зверя какой-нибудь один из этих пороков. А ты, совокупив в себе все пороки, далеко превосходишь и их своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству чрева, не любит денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и бесах, Скажи мне, как можно назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как наименуем тебя верным? Аминь. Аминь. Все понятно? Кто готовился к Исподи, оставайтесь.